Чтение на литургии «Деяния апостолов» 20 глава. Проверите, правильно ли ты посчитаешь? С 16 по 18 стих, потом выдержка с 28 по 36. Это надо специальные пометки сделать, чтобы не ошибиться никому. Я долго размышлял, смотрел, сравнил, с чем это вызвано, потому что подряд идет, и вдруг практически 10 стихов выбрасывается и продолжает дальше. Хотя события одно он призвал и говорит, кто это так выкраивает, кто так кастрирует. Это вообще непонятно и ничем не объяснимо. С чего ради? Когда это Павел призвал, он говорит пресвитерам, нам это не надо, не пресвитерали это все выкинули сегодняшнее. Там грозное обличение в этих столах, которые выбрасываются. Притом в календаре, который мы берем, везде так написано. В старой календаре было, везде так же, в новых. Точно так же, значит, не вчера, не сегодня мы так делали, не выбросили. Там слова ужасные написаны. Самые гневные такие можно только сказать. Священникам нет выхода, они погибшие. И они эти слова по его кустам, они их выкинули. С 18-го перекидываются на 28 стих. А ведь сколько считают подряд-то? Других-то нет, какие-то каноны вечером, когда уже все помолились. Никто ничего не понимает. Подряд идут, все песни, все запевы. Хотя люди в столах совершенно ничего не понимают, погруженные во тьму и сомнились. Здесь ясное Слово Божие, его начинают выборочно считать. Я понимаю, но по риме и Ветхозаветии из одного пророка на другое переходит. Тут понятно. А здесь одно. Себя в комнате, священнослужители и песка, поговорить вселенский апостол. И вдруг мы начинаем рецензию его словам делать. А написано, ни забавь, ни убавь. Кто отнимет? Бог отнимет еще из-за книги жизни. Вот как заканчивается Библия. Здесь прямо изъятие слов. Потому что, если бы прекратилось на 18 стихе, тут понятно. А тут именно выбрать. Счет, вот, погас, конфетер, ты уже пошел в другую церковь. Дома прочитайте, а не буду считать, без других словах отмогусь. Господь меня избрал, Павел говорит. Что значит избрал? Говорит, толпа, подошел, ты, иди сюда. Вот избирает тогда, награду какую-то человеку дает, посылает куда-то. А тут избирает. И цель определенная четкая стала возвещать всю волю Божию. Я тебе избрал только для одной цели, Павел. Он говорит, Бог меня послал не крестить, а благовестствовать. Вы все это сейчас себе складываете, зачем же сейчас прочитаете. Я ни одно место буду считать. Мы отвечать, когда по-насобе Божьим будем, за то, что не слушали хорошо, за то, что не исполнили. И будем получать награду за то, что хорошо слушали, но хорошо исполнили. Блаженны слушающие и исполняющие, блаженны. А если ты слушаешь слова и бросаешь за себя, Господь говорит, эти слова, которые ты бросил, они тебя обвинять будут. Бросать за себя, значит, не принять сердце, не мушей пропустим, как русские людей говорят. И далее апостол Павел прощается с ними и тоже дает наказ. Я ухожу. Конечно, я понимаю, вам тяжело без меня будет. И вы это сами свидетельствуете. Но вы, азимойки, и не будете. Я вас предаю Бога. Оставайтесь с Богом. Как вы умеете говорить. Но здесь стежка не стоит. И слово благодати его. А вот это намерко. В Россию даже не пришло. Православия вообще нет. Не жал бы епископ у нас и сказал, ну, с Богом оставайтесь из Библии. Это легко переводить-то надо. Побойте на священник? Ну, до свидания, хорошо ему. Ну, я ему говорю, лежайте с Богом из Библии. А вы оставайтесь с Богом из Библии. Слово благодати. Это библия и есть. Иди от этого нигде. Что нас вас бы дарит у нас? Посмотрите. Ну, пожатый родитель на квартиру всех может выдать. Это вообще замечательно где-то. А у подбожителей сектантов и боптитов у них обязательно дарят Библию. Да у них есть. Хоть что Библии, сама Библию подарят. Такой обучил. Ну, у себя это демяло. У вас, как у сектантов. Да, у меня, как у сектантов. Мы должны радоваться этому. Почему? Потому что это не сектантское постановление апостольское. А Павел говорит, не я сам говорю, Бог мне это завещал. А я вам передаю. Он мне возвещал. А я вам возвещаю. Слово возвещать. Вообще-то у нас не часто употребляется в лексиконе. А в Библии. Книги 2000 лет назад, законченные уже. Она 3600 лет назад начала писать. И писала 1600 лет. Вот охрана такая злая книга. И возвещаю слово. Встречается 255 раз. А на деле практически что в Библии говорится возвещают. Как возвещают? Да такого. И слово-то мы не знаем. Где оно встречается. Я нашел, что псалтыри больше всего едва пересчитал. Под разными подержами возвестить, возвещать. В одной только псалтыри, которую в каждой церкви считают, в церкви ее рассчитают. В голове ее рассчитают. В церкви считают ее 42 раза. А зато мы заказали по покойнику 40 ус. Заплатили 4000. Вот покойник теперь будет вам возвещать. А там написано «возвещать». Возвещусь, что Деса Твои. Небеса возвещает славу Божию. Непрерывно завет об этом говорит. 21-й псалом 3-й стих. «Возвещать утро милость Твою, и обыстии Твои буду возвещать в ночи». Он только одно знал возвещать. Ни два, ни три слова. Представьте, 42 раза. А этих псалтыри 40 заказов. 40 ус. Это 40 псалтыри прочитать за покойника. Отбарабанить эту буддийскую миленку надо. Это 1600 раз сказать с лишним. И не надо не возвестить. Да какой же мы обман-то творим. И возвещал не где-то, а перед народами. Обыстии Твои. Я проверил все места Библии. Я такое исследование провел. И нашел, что все данного места направлены против монашества. Я прямо возмущаю. Это не просто евангельское. Это антиевангельское научение было идти спрятать за стены. Это вызов Бога живому. Библия не нужна. В каждом местах записано. Все монахи обязаны слушать настоятельность, запятая, как Бога. Как Бога. Какое же, чтобы были тоталитарные все-то нам искать-то. Даже, я не знаю, в том числе, может быть, такого места у них не было. И главное, все направлено на то, чтобы Библия нигде не размещалась. Я напоминаю. Горосфин, сколько пишет, сколько, а у него добрые слова сказали. Молодой офицер обратился к Богу. И, видимо, у него эти знания еще сохранились. Любопытство. Я считаю офицер непонятно. Пришел. Ну, зачем тебе это нужно? Второй раз пришел. Ну, почитаю непонятно. Я не понимаю, что это. Закваска, примеры. У нас в монастыре в закваске-то и нет. Теперь зачем это нужно? Если ты что-то за этим договорился, я тебе пришел, а ты вот думаешь. Вот молодцы вы какие. Вот все вы так и учили. Я тебя пошел к вектору, что-нибудь непонятно. А вектор наказал. Ты там надень перчатки боксерские. Да дай ему как-то. Не спрашивал-то. Ведь вот такая ситуация-то. Нам и пряга скрыть нельзя. Нам выйти на улицу нельзя. Нам нельзя сказать, что мы православные. Если говорят, что видишься мракобесы, как мы должны понимать эти страшные слова, мрак какой-то и бесы, к нам не относится это. Скрывшие Слово Божие погружаются в мрак. Где мрак, там бесы. Я нахожусь в том, что самое сильное обвинение против нас. Библия вся против православия направлена. Поэтому ее скрыли нигде, не сразу. Если Библию взял, возмещаешь ты расходник, ты сектант, ты баптист. Ну, что угодно. Но только уже ты не христианин, не православный. В книге Второзакония, 4 глава, 10 стих, говорится так, что я возвещу все слова, которые Бог дал мою сию. Бог ему дал, а мы обязаны эти возвестить. Вы услышали сегодня это место? Только одно. Господи, дай не забыть. Повторю дома 20 глава Деяния Апостола и повещу другим. Мирный исход 9.16. Говорит о том, чтобы возвещено было имя Мое по всей земле. А имя Божа спрятано. Никто не знает, что его Игова звать. Бог говорит, меня звать Игова. И Бог говорит, идите и всему миру возвещите, что меня звать Игова, сущие-то. Да как возвещать, когда его спрятали? Ну, я имею, это Яхва. Спрятано, вообще ничего нету. Возвещусь по всей земле, а имя спрятано. Ну, как можно возвещать? Как вы же помните, когда перестройка началась, как газеты, так и переполнены. Когда все равно понимали, какие тогдашние примерные представители царей-то Миней, пропал еще Богу Никитой, как писали-то, какими страницами, как пошли тут добровольцы приехали. Ну, это все возвещалось. Разные перемены, перетрубации. А ведь это возрождение, рождение свыше. Это благодать Духа коснулся. Это восстание из мертвых. Вот что такое вера во Христа. Это новая жизнь. Ты был мертвый и ожил. Ты найден. Не просто бехал. Сын потерял в Слогинестане. Потерян в Чечне. И вдруг есть. Сын найден. И найден живой. Да мало там живой. Да живой. Как потерял фокалик перимону. Анисима. А Павел у него нашел. Украл деньги у него в город. Попробуй найди. В городе большой выска человека. Это как уголку, говорит Става Гусевна. А Павел у него деньги попротронжил. И пришел к нему за кусочком. И он обродил ко Христа. Он говорит, тебе не воден Бог. А теперь мне воден и тебе. Я его обрел. Я его родил в узах. Об этом надо обещать. Павел не стыдится обещать. Что мы скажем? Родили преступников, которые потюзгал. Родили сына Буяна. Который не слушает и противится родителям наркотики глотает. Что мы скажем? Писарий говорит, возвещу имя твое. Возвещать надо с утра, говорит, и ночью. Чтобы маленький ребенок, внученок твой стоял рядом. Для того он говорит, разбуди его ночью. Разбуди, поставь на молитву, иначе поздно будет. Бабушки, раскрывайте уши ваши. Слушайте внимательно. Я вас считаю первыми вражами внука привлечет ваших. Если вы не учите детей Богу. Увозите их куда угодно. Мы открываем сейчас правоклавный лагерь. Страшно сказать. Из-за всего общего недовольного ребенка нету. Практически никого нет. Вот сегодня завтра никто. Остальные люди, доменцы потеряют их. Посмотрим. Всем будет. Желают наши дети возвещать имя Господне. А он к бабушке поедет. А он к дедушке на дачу поедет. Вы до него не обойдетесь? За неделю пришли. А то ему зарубка на всю жизнь будет. Как надо работать, читать Евангелие, взаимоотношения по-христиански. Вы видели, вчера проезжают. И с теми не привозят детей. И из других мест спрашивают. Можно нет, в Украину? Все рядом ничего не желают. И мы ли в вас не вкладывали это Слово Божие? Во-вторых законов, 30 глава, 18 стих. И говорит так. Я возвещаю сегодня. А о чем ты возвещаешь нам? Что Бог возвестил, ему даже возвестить. Вы думаете, Бог возвещает только то, что мы искуплены кровью Христа? Это сектанты покушат. Если мы будем говорить только о крови Христа, он умер за нас, Христос воскрес, это сектантское мечение будет. Оно не полное. Потому что у них Библии 66 книг, а не 77. Они многое потеряли. Можно говорить о Боге, о единии, о личности, о страхе на первом месте. Я вам возвещаю, что вы погибнете. Вот что Моисей сказал народу. Вы, окружающие меня, избранные еврейские народы, отцеплены Богом будете. Вы выброшены будете, запитая из них все. Если не будете вникать в закон Божий, если не будете читать Библию, вам Бог и Бог говорит, ваше избранье вам погибель будет. Виновны перед Богом все говорят, а на это все евреи. Более всего они виновны. Почему? А потому что им верено было Слово Божие. С того, кого-то нам многое стало многое споросятся. Они уходили сегодня, а мы их Бога избрали. Вы богоцептники? Верните народ к Иисусу Христу. Вот о чем нужно плачать. Тебе Бог открылся, что от обещанного Мессия? Неси своему народу, возвещай Ему. Стучи, а ты своему народу ищи. Стучи. Ты украинец, спеши каждому хохлубу, стучай сюда сердца. Не просто забав кричи битвы там, а католичины. В первой книге, порой напоминал 16 глава, 8 стих. Говорит, возвещу в народах дела Его. А какие мы дела Божьи знаем? Это сказать только дела. Это надо узнать о том, как Бог милует, как слышит, как выводит из плена, как врага погубляет, он как в свинец погружается. А возвещать дела Божьи, это все надо возвестить. Люди не слушали Бога, Бог отнял помазанник, а он сидит в яме, наш помазанник. Князья, тело их было как белое, как снег, а теперь пчелее обгорело голоми. Вот о чем плачет Иеремия. Мы не хотели хранить своего Божия, Бог отнял храмы. Бог из страны устроил гулаг. Вся страна превратилась в великое кладбище. Первый проект Бонинон 16.24. Возвещу всем народам чудеса его. Чудесами называются и гнев Божий, потрясение, репрессия, ежовшина, коллективизация. Это все чудеса Божия. Сколько недель было, а всех не перестреляют, всех не пересажают. Пересажали, перестреляли. Дворянство, казачество, священство, как классы были уничтожены. Полностью. Ничего не гениасовало. А то, случайно, где-то, как, во время обирания ягод, где-то там ягодка на вершине одна останется. Почему сегодня люди не развещают о Боге? Спроси сегодня за них с корабляцем. Кому вы развещали в течение года? Почему развещать? Батюшка есть. Батюшка все замкнул. Конечно. Страшное дело, когда люди участвуют в экуменизме. Я вчера подумал и нашел, что в экуменизме в экуменизме тоже положительный есть. Вот новообрядческое православие участвует в экуменизме. И мы это общение с другими. И мы-то ссылаемся, наверное, Батюшка-то проповедует. Смотрите, адвентисты, это неговисты. Полговоры дойдут. Это мы эти акции экуменизма хватаем-то. Поднабираемся-то. Ну, мы бы сами-то, может, и не догадались, а мы, видимо, не делали это. Я услышал от них упрек, что имя Божие не знают за спрятанным. Я стал читать, действительно, спрятанным. Я стал возлещать, непрерывно напоминать, что имя Ему и Егова. И когда здесь наступили, сразу же все забудовали православные. Знает наше общенное имя нашего Бога. Мы от бактистов много хороших песен взяли, поем на кастре, когда крещение на берегу. Выслышали не раз. Мы от этого хунизма хотели проповедия в экуменизме. Для чего? Все направлены на то, чтобы возвещать имя Божие. Они возвещают, и мы берем. В 3-й книге Царств, 13-й глава, в 26-м стихе говорится об одном страшном событии. Бог посылает пророка и говорит, «Возвести мои слова Царю, что ждет его за то, что он от Бога отступил. И как только скажешь, другие дороги сразу возвращаются, не останавливайся, не пей, приглашать будут, жара будет, квас будет холодный из холодильника, не останавливайся, беги». Он все сделал, как положено. И в это время в преместности был пророк. Этот пророк подходит и говорит, «Я приглашаю тебя опять». Он говорит, «Не положено». Бог сказал, «Я тоже пророк Божий. И мне Бог повезет тебя пригласить. Сказал, «Все, ты выполнил, теперь так». Пророк Божий сидит за столом. И когда мне в это время говорили, «Да слушай, ты Божий не послушал, домой не вернешься, ты умрешь». «Да ты же не верил». «А зачем ты меня послушал?» «Да ты же грязь, и ты же священник». «Зачем ты меня послушал?» Бог его рассказал, «Не возвращайся той дорогой». Он сказал, «Не метро иди домой». «Ты не известно все воли Божие. Ты должен был сказать, что там заросший кустарник, там ждет тебя лет». Он пошел, жив его сразу. Сдергнулся, слал, убил, осел, ставит. Тому пророку сказали, он пошел, правда лежит, изводранный. А осел рядом никуда не ушел, и целый. Обычно ты на сладу должен забрать лет. Это давай погрузили, выдавали плаку. «Уми мне брат мой, умми мне брат твой». Вот им путь патриархии, вот путь злодорожной церкви будет, если не будем слушать Слово Божие. Вот путь старообрядчица католичества. Нас ждет этот слег рыкающий, он изгломает, если мы не пословим Божие. Вот маленькое событие, и сколько в нем, потому что Слово возвещает, оно подвигло его на подвиг. И как только он не возвестил на конца Слова Божия, сразу же на могиле крест. Сразу же ему память их на могилу. Итак, депресиас, то есть Соломон, 10 глава, 12 стих, говорит, что слова Иисус мудрого возвещаются как благодать. Каким быть мудрыми? Мудрость в Библии. Ты хочешь исполнить волю Божию? Бери и возвещай. Тогда есть надежда, что мы зайдем на пажике Божией, когда мы будем кормить людей. А если одна душа погибнет по твоей небрежности, и жизни не хватит тебе, это, думаю, что не к священию протосится, но и каждому из нас. В послании Колоссянам 4,6 апостол Павел говорит, слово ваше должно быть всегда в благодатью, приправлено солью. Ну, и монах сидит на горах и думает, слово, мол, в благодатье или нет, он молится. Приправлено солью. А что там соль? Дабы вы знали, как отвечать каждому. Кому он может отвечать, что это не считал Алла, Антоний, Макарий? Возвещать. Преправить солью. Знать, как отвечать? Ну, как можно было Библию в руках держать, или вот все напротив? Для меня монаше это полная загадка сегодня стала. Я каждый мир, считаю сегодня утро, знаете, вот бывает такое разочарование, какая-то горе, даже продохнуть трудно. Я вспоминаю, сотни тысяч людей заблокировали. Целые пустые ездили монахами были. Там теперь мусульманство. Его бы не было, его не могло бы быть, если бы эти тысячи, то сотни тысяч монахов нашли проповедовали-то. Чего бы разу не потянули-то? Если бы сотни тысяч монахов, то не евреев были заданы крестовыми походами. А пришли бы не крестоносцы, а пришли бы с крестами в руках, не с мечами, к евреям-то пришли бы с крестьяне. Тогда бы не было бы этого среднего масонства, не было бы, не было бы этого разорения нашего государства. Это все на монахах лежит. Это они подготовили эту основу. Потому что те люди, умная нация, ударили в другое, выхватили мир, деньги, все. А они бы сейчас свои таланты-то применили, это обходили море и суши, и не сыновьями геенны делали, а сыновьями царя небесного. Вот назначение еврейского народа. А виноваты так. Все равно будут найдены. Деяние Хапостола, пропущенное 21 стих, 18, я читаю 21 стих. Бог избрал меня, чтобы я возвещал евреям и эллином, покаяние перед Богом и верю в Господа нашего Иисуса Христа. Как может эти сталы бы выбросить? Я бы они отвечаю на выбросину, потому что не возвещают ни евреям, ни русским. ну, как все таки на против самого себя? Ты как думаешь, отец не фарафорный, выбросил, то конечно нет, это же любовь догадается. А ты как? Я думал, вот так, сидели и совещали, здесь уже приговариваем. Павел, может, я не говорил, может, переведите правильно, как старобряцы сегодня говорят, поганый перевод, это дело. Давайте уберем. Повторяю. ВОЗВЕЩАЯ! А здесь Павел говорит так, ВОЗВЕЩАЯ! СУЛЬМАНИЕ БОЖИЮ! А здесь, наверное, исполнял, ВОЗВЕЩАЯ! Иудеям, и еленам покаяние перед Богом. Покаяние это перед Богом отвечают и евреи, и мусульмане. И веру в Господа шоется христа. Они евреев не остаются, они мусульман, они буддистов. Мы должны говорить о Боге и приводить людей ко Христу. Вот почему в первом послании Петра, 2 главе 9 стихе, Закомный Апостол говорит так, Но ВЫ! Я прошу, ободритесь! Проснитесь! Вот ВЫ, стоящие здесь, Вы даже не знаете, кто Вы, если Вы не считаете Библию. Вот пришла, ответилась, ушла, все, меня уже церковь не отлучат. Запомните, Вы РОГИ, РОГИ избранные. А Он избрал меня, я избранный, сосуд полный. Он говорит, ВЫ РОГИ избранные! Он пишет послание церкви. Соборное послание, это всему собранию мира. Ты РОГИ избранный? И ТЫ РОГИ избранный! Ты в больнице, ты в детдоме, ты где находишься, в школе, везде ты РОГИ избранный! Так себе повторил. И что ли что? Царственное священство! Когда говорят сегодня о человеке, и говорят, а знаете, он был духовником президента, там, Тихон Шеркунов, а вот начинает в Щерильске, а это духовник царя Николая был. Это Царственное священство. Так можем понимать. Вы все священники, вы женщины, бабушки, все священники, Царственное претонсвященство. И дальше народ святой, даже страшно себе сказать, неужели я принадлежу? Люди взятые в удел, особый удел Бог, отъезжил. Так, для чего? Ну хорошо, я святой, я священник, я как-то приятно это услышать. Ну а дальше, то, чтобы оправдать, наверное, надо? Конечно! Это налагает обязанности, чтобы возвещать, не молчать. Значит, под это монах ни один не попадает, они никому не возвещали. Они не родственные, хотя там были монахи-эпископы. Не брось священца. Чтобы добы возвещать совершенство, возлюбившего вас и выведшего из тьмы черный свой свет. Будешь возвещать? Возвещай! Сочетки твоей подачи, мужа своему возвещай, рабам, детям. Почаще ходите в храмы, патриархии, молитесь, подходите к священникам, как наша сестра говорит, я подошла, не понимает ничего, поговорила с одним, с другим, понимающим, нет, не понимает ничего. Люди много лет ходят, а что ходишь, ну, клоняюсь, поклониться, вместе со всеми-то. и Бог ее побудил подойти к священнику. Даже не додумайся, что он может сказать, если она подошла, говорит, батюшка, ведь говорит кротко, ну, почему же не проповедуйте, народ не понимает. Вот представьте, как он сам отшатнулся, как он внутри сразу, пропит, ты не от лапкина, он раскольник. Батюшка, даже надо же проповедовать, и ты раскольница. Это же Бог, лютый волчара, бряхи. Да разве она тебе ласканно проповедует? Она от скорби великой души говорит, народ гибнет, ну, мы же видим, что надо размещать. А это все-таки знает, что у нас проповедуется-то. Ну, все равно, как-то приятно это слышать. Он сразу не сказал, великий капотство упал. Ну, это не вот, а не вот, а тут живой, допекает, мешает, размещает. Книги наши выставлены, они берут и считают, оказывается. Они знают, отбирают эти книги, повелевают сжечь, их мы свидетельные о том имеем. Не какой-то трехтонник Нового Завета сжечь повелевают. Это даже не безумие, это полная бесовщина, мракобичное, совершенное поражение ума, совести души. За все, за отступление от Слова Божия. Прямо подходит душа, может, это последний человек в этом мире подошел, который призывает туда чудный свет, возвещать совершенство, признавшего его. Ну, че бы священцы там исполнили, сестры, что вам Бог дал? Итак, даже возлюбленный евангелист, Иоанн, который нам неизвестен, как высокий какой-то проповедник, и однако и он говорит, первое, второе стих, жизнь явилась, и мы возвещаем вам сию вечную жизнь. Возвещаем. Возвещаем. Значит, он возвещал, он писал, и 5-й стих, он говорит, вот благоверствие, которое вы слышали от нас, и возвещаем, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Я вам возвещаю, это нам говорит, он старец уже был, писал посланием, я вам возвещаю, в Боге нет тьмы. Богом любит людей, но зачем бы он нас посылал проповедовать, если это вредное такое дело. Церковь запретила проповедовать против этого какое-то темное дело. Нет в Боге тьмы. Бог не желает, чтобы люди были необразованы. Учение свет, а не учение тьма. Знание Библии это свет, это источник света. Монаши спрятали его, они врази света, они проповедники тьмы, чуть человеку веру в него стригли, как будто мозгер стригли, и туда спрятали его. Они высасывали силы из народа, они тушили эти светильники, охотились закажем и католики, и всех, кто возвещал истину, их вылавливали. Иметь Библию дома за смертельный опасность бывает. Нам не раз говорил, как профессор Пасхи наритографировал 500 экземпляров Ветхого Завета для студентов по академии в Санкт-Петербургской. В жандалерии искал и руссками нигде нашли на данный экземпляр и все так же. Это в России, это Святая Русь. Это что Исстория Он сохранила. Да как Бог не изничтожен, не распырёт эту глупую страну и тогда ещё не отдал и китайцам, и мусульманам. В Послании к Римнаму 1 глава 8 стих апостол Павел говорит так. Прежде всего благодарите Бога и я за вас благодарю, что вера ваша возвещается во всём мире. Я вижу, как вы собираетесь, утром приходите, вечером, у меня до того душа радуется. Вот вы, дети, внуки мои, я даже не могу представить, можно ли быть ещё более близким. Я так скажу, Господи, так оботовайте, каждого обнять и послаловать, Господи, как ты нас сроднил Словом Твоим. И вера ваша возвещается, и вера так и пришла, а уже знает откуда. Вас радует, не просто меня, а умеет кто-то этот, что-то последователи этого учения. Вы жаждете света, что вера ваша возвещается, как вы говорите. И 14 глава 25 стих к Венеу говорит, которая явлена через Писание вера, возвещаемая всем народам для покорения их вере. Если не возвещается благодать Божия, люди не знают, они не покоряются вере, вот то, что есть сегодня. Покорять будут другие, если там, треветики, они подберут. 1 Коринфо, 2 глава, 1 стих. Итак, я проповедовал, возвещая свидетельство Божие. Он всем Павел пытается показать, кто-то поверит. У меня не было другой задачи, как благодоверствовать. Он вчера был батюшкой, и он приглашает быть полковым священником, казаков. Я говорю, и ты хочешь быть этим, а не этим, побрякушкой для неверующих людей. Зачем тебе? Вот я и думаю, советую. Я тут же компьютер нажал, детство казаков. Вот смотрите, для них это как для сыган, вера, и попруга у коня. Он только сказал, вот одну раз, какая книга, по этому там, по этому. Бери и считай, бери и считай, один. Так сложно, сказано. Галатам 1, 11, отчи, я буду ли, возвещаем, что Евангелие, которое я благоверствую вам, не есть человеческое. Что монахи дают свои уста, но это и человеческое. Нет, это слабо, я еще говорю. Оно может быть и не человеческое, даже совсем с другой стороны, но если идет вопреки, если бы он подвещать не то, что я говорил, анатема, проклятие им. А Юрия и народ в другую сторону. Вот о чем говорит Слово Божие. Кипсианам 6 глава, 19 стих. Молитесь, кем я? Я не раз на этом месте останавливался. Когда вы же, ну, помолитесь обо мне. А что? Более. Зводят мне дальше. Помолитесь обо мне. Ну, почему? Да я еду. Или мой сын куда-то поехал. Помолитесь. Парел тоже просил молиться. Но он был путешествием. Но на первом месте говорит о том, чтобы мне дано было Слово открыто, с дерговением возвещать тайну Бога Расставания. Я вас прошу, обо мне всегда молитесь. Чтобы Слово Мое было неординарное. Чтобы именно на сегодняшний день кослось в наших сердец. Это не мое. Меня спрашивают, как сегодня написалось стихотворение «Сос. Спасите наши души». Я посчитал его сестре. Но я не несу, потом в следующей книге с ней будет сказать. Она не мое. Она мгновенно написала, что чья-то молитва достигла Бога. Чтобы мне возвещать перед начальством, с которым я встречаюсь. Противников у меня очень много. Молитесь все время, чтобы мне дано было возвещать тайну благорестования. Тайна благорестования заключается во Христе Иисусе. Что Он примирил с Собой все народы мира. Что у нас не может быть ни юдофобии, ни ксенофобии никакой. Мы не можем бояться, ненавидеть. Всех не лебеть евреев, цыганов и немцев. Бог соединил все вместе. Это тайна благорестования, что из всех и двух Он, где Он создал одно. И Холотянам 4.4 Да бы Я открыл, как должно Мне возвещать Евангелие. Да Павел, ты даже не знаешь. Я знаю, но Я ослабеваю. Мне не хватает Вашей помощи. Не забывайте. Уехал брат, мы все время молились. Господи, да ему силу благорестовать там. Чтобы Он пронесся там источником свежего ветра. Как однажды я читал стихотворение в литературном институте в Москве. И там был Ашанин. Ну, позади, я дадил. Я прочитал, говорит, несколько стихотворений, а там по одному разрешают. А тут все стали просить одно, второе, третье, четвертое и еще. Он говорит, знаете, у нас впечатление такое, будто ветер ворвался, все фотошки наши открыло. Это не стихотворение. Но их коснулось это. Потому что речь идет о Христе. О них чемности жизни без Христа. О том, что мы слабые и немощные, но гордимся, и ничего нет, кроме пустоты дутого пудря. И послание Италия, 4 глава, 2 стих, Павел говорит, «Возвещаем вам, что люди, которые не покоряются в Слово Божие, они уничтожаются». Он напоминает о прошлой истории своего родного еврейского народа. Они не покорились. И они потерпели страшную катастрофу. Через несколько лет после смерти апостола Павла войска Бестофиана окружили Иерусалим. В одном только городе погибло. Миллион сто тысяч. А люди, это ужас. Если 450, говорю, честно, 700 тысяч на Бестаревском кладбище в блокадном Ленинграде, то это четыре блокадных города. Ужас какой! За что? За то, что не познали времени посещения моего. И это время, перед тем, как случится этому возмездию, какой-то появился человек именем, именем Иисуса и ничего не проповедовал. Он кричал «Горе вам! Горе вам!» Кто пойдет сегодня по этим храмам и скажет «Горе вам, попы, не проповедуйте! Горе вам!» Чтобы слушать их и деться за благословением не к Богу от грешных людям. Люди ищут славу друг от друга. Но в последние дни до того он стал кричать горе и остается в срожденном городе и мне горе. Мы скажем нам, Господь, подгонил иметь эту общину и возвещать людям уже стоя на суше после кораблекрушения. Что будет с нами дальше не знаем. Но сказанное Слово, что впереди мы считаем, Апостол Павел говорит, он ее избрал, чтобы возвещать всю волю Божию и Бог нас по Свою благодать взял, чтобы мы покоряли Слово Ему. Это нас достигло. Благословен Господь, даравшим это счастье, быть верным Ему и спонять Его Слово. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!